В это воскресенье в Польше состоялись парламентские выборы. Голосовали избиратели за кандидатов в обе палаты парламента, Сейм и Сенат. В целом это 560 портфелей. В Польше действует пропорциональная избирательная система с открытыми списками. То есть люди выбирают не только партию, за которую хотят проголосовать, но и конкретного кандидата из этого партийного списка. Основная борьба традиционно сосредоточилась между двумя наибольшими партиями страны. Про властной право и справедливость, которая уже два срока подряд с 2015 года удерживает лидерство. И партией оппозиции, которая называется гражданская платформа, Дональда Туска. Кому поляки отдали предпочтение на этот раз? Каковы результаты выборов? Обо всем этом расспросим у нашего корреспондента Натальи Малышко. Она уже с нами сейчас на прямой связи. Наталья, добрый день. Что известно к этому часу? Добрый день, Павел. На данный момент можем говорить только о предварительных данных. Окончательные же результаты Центр избирком Польши обещает огласить уже завтра. Но уже сейчас можно назвать предварительные итоги. Явка составила рекордные 72,9%. Это самый высокий показатель в политической истории страны. До нынешнего момента самая высокая явка избирателей была только в 1989 году, когда независимая Польша выбирала свой первый парламент. Тогда явка была 67%. В этом же году желающие проголосовать было так много, что людям приходилось по несколько часов выстаивать в очереди, чтобы войти на избирательный участок. Прийти и проголосовать поляков призывали изо всех средств массовой информации. По радио и телевидению звучал некий лозунг. На польском это звучит как «кто не голосует, той же не личше». Что в дословном переводе означает «кто не голосует, голос того не будет учтен». Однако в этой фразе есть некая игра слов и смыслов. И еще один перевод может быть таким «кто не голосует, с тем не считаются». И вот практически 73% поляков пришли, чтобы высказать свое отношение к политикам. И, как я уже отметила, на данный момент есть предварительные данные экзит-пулов. В соответствии с ним в 7 проходят 5 партий. А голоса избирателей распределились следующим образом. В третий раз на парламентских выборах победу одержала правящая партия «Право и справедливость». Она набрала 36,6% голосов. С отрывом буквально на 5% от нее оппозиционная сила Дональда Туска, гражданская коалиция, у них 31%. За ними следует третья дорога, 13,5%, партия «Левица» 8,6% и праворадикальная партия «Конфедерация» 6,4%. Если же данные экзит-пулов будут максимально приближены к официальным результатам Центра избиркома, то места всеми распределятся следующим образом. «Право и справедливость» 198 мест, «Гражданская коалиция» 161 место, «Третья дорога» 57 мест, «Левица» 30 и «Конфедерация» 14 мест. Согласно польскому законодательству, правительство формирует парламентское большинство, для которого необходим 231 мандат. И сейчас политическая пикантность ситуации заключается в том, что несмотря на фактическую победу правящей партии «Право и справедливость», все-таки настоящим победителем этой парламентской гонки станет та политическая сила, которой удастся создать коалицию. Ярослав Качинский и Дональд Туск уверены, что победу одержали именно их политические силы. И в обоих предвыборных штабах данные экзит-пулов встречали овациями. Лидер «Право и справедливость» в своем обращении анонсировал интересное событие, а вот Дональд Туск уже собрался формировать коалицию. Давайте услышим эти заявления. Первые данные исследования приносят нам четвертую победу в истории нашей партии. Четвертую победу. Но, конечно, перед нами все еще стоит вопрос о том, поможет ли нам этот успех стать правящей партией. И это то, чего мы до сих пор не знаем. Но нам нужно иметь надежду, и нам нужно знать, что независимо от того, находимся ли мы у власти или в оппозиции, мы продолжим реализовывать наш проект всевозможными способами и не позволим предать Польшу. Я политик и спортсмен в течение многих лет, но я еще никогда в жизни не был так счастлив этому второму месту. Польша победила, демократия победила, мы отстранили их от власти. И еще вчера люди приходили ко мне и спрашивали, ты действительно можешь это сделать, потому что мы уже много лет ничего не можем сделать. Но сегодня мы можем уже точно сказать, что это конец этой эпохи, это конец правительства ПИС. Как видим, накал политических страстей в Польше после дня выборов переходит на новый уровень. Уровень переговорного процесса по формированию коалиции. И тут золотая акция, так сказать, оказалась в руках небольших партий, которые преодолели проходной барьер. Но даже после формирования коалиции, назначения правительства, период политической турбулентности в Польше не закончится. Ведь буквально через пару месяцев начнется избирательная кампания по выборам в местные советы. Затем стартуют выборы в Европарламент. Ну и под конец года, что самое интересное, начнется президентская избирательная кампания. Так что в ближайшее время в Польше скучать не придется. Коллеги? Наталья, ну мы знаем, что в день выборов в парламент в Польше состоялось еще одно голосование. Прошел референдум, на который были вынесены четыре вопроса. В частности о мигрантах, границе, пенсионном возрасте и о продаже государственного имущества иностранцам. Скажите, что поляки ответили на эти вопросы и есть ли уже предварительные результаты? Да, действительно, референдум прошел в день голосования. Но из-за того, что участие в нем приняло только 40% избирателей из необходимых 50%, это означает, что его результаты являются необязательными к исполнению. Но вот ответы поляков на поставленные вопросы референдума дают очень четкое понимание картины общественного мнения в польском обществе. Вот, например, на вопрос, поддерживаете ли вы продажу госактивов иностранцев, 97% поляков ответили нет. Также более 97% сказали нет ликвидации заграждения на границе с Белоруссией. 98% высказались против приемов Польши мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Ну и 90% высказались против повышения пенсионного возраста до 67 лет. Вопросы, сформулированные на референдуме, это фактически основные направления идеологии правящей партии. Именно поэтому оппозиция активно призывала избирателей не участвовать в этом голосовании. Однако те, кто пришли и проголосовали, очень категорично и однозначно высказали свое отношение и относительно миграционной политики Евросоюза и по вопросам безопасности самой Польши. Коллеги, вам слово. Наталья, спасибо огромное. Это была наша коллега, корреспондент Наталья Малышко из Варшавы, Польши, где на этих выходных состоялись парламентские выборы и референдум.